Страшный обитатель Зазеркалья. О, каким подлым человеком был риэлтор, что продал нам ту злополучную квартиру и не предупредил насчет страшного обитателя, который там жил. Ведь наверняка хитрый делец знал все подробности, но нас в курс дела не ввел, а мы, ничего не подозревающая молодая семейная пара, понравилась низкая цена, заключили сделку и уже через месяц шумно справили новоселье. От прежних хозяев, о которых мы ничего не знали, нам досталось лишь большое старое зеркало ручной работы, до кучка рухляди, которую мы, без сожаления, выбросили на помойку. Казалось, жизнь налаживается. Я устроился на работу, жена хлопотала с ребенком, в квартире потихоньку продвигался ремонт. Но в один из дней жена позвонила мне на работу и, захлебываясь от слез, повидала мне, что когда она протирала старое зеркало, то увидела в нем страшного бородатого деда, который бесшумно смеялся прямо ей в лицо. Эта новость повергла меня в шок, ибо ничего такого я не замечал, хотя к тому времени мы успели прожить в квартире уже около трех недель. Бросив все свои дела, я пулей помчался домой утешать испуганную жену и с твердым намерением разобраться в этой нелепой, как мне тогда казалось, ситуации. Первым делом по прибытии домой стал тщательный осмотр зеркала. Но так как ничего подозрительного я в нем не увидел, то начал убеждать жену, что ей это все привиделось. Она уже почти согласилась с моими доводами, когда я еще раз взгляну в зеркало, и тут мои волосы встали дыбом. Из зеркала на меня смотрел страшный старик, заросший косматыми седыми волосами. Его желтое лицо судорожно смеялось, а сине-черные синяки под глазами делали его похожими на вампира. Скажу честно, у меня началась паника. Схватив жену и ребенка, я выбежал с ними на улицу. Старухи, сидевшие на лавочке, видно все поняли, когда увидели нас, растрепанных и испуганных. Одна из соседок пригласила нас к себе домой на разговор, и мы, не раздумывая, согласились. С глазу на глаз она поведала нам, что прежний хозяин нашей квартиры одинокий пожилой алкоголик. Повесился в прошлом году на дверном косяке, и с тех пор квартира нечиста. За полгода сменилось два десятка квартирантов, и наследники уже отчаялись сбыть эту злополучную квартиру, пока не нашлись такие дураки, как мы. В негодование я позвонил риэлтору, сгоряча сильно нагрубил ему и даже угрожал, но этот подлец просто положил трубку. В тот вечер мы ночевали у моего дяди, а через три месяца страшная квартира была уже продана какими-то приезжим людям. Но угрызение совести за то, что мы их не предупредили, мучают меня до сих пор. Хотя то старое зеркало я выбросил. Вот такая история из жизни. А вы напишите мне, какие мистические истории из жизни были у вас. Я всех благодарю за просмотр этого видео. Подписываемся на мой канал. Ставим лайки. И всем всего хорошего. До скорых встреч. Пока. Пока.